Привет, дорогие друзья! Вам неоднократно докладывали, рассказывали о том, что убийцы Шеремета, вернее, те, которые подозреваются о убийстве, это великие герои. В частности, Владислав Грищенко, мол, он совершил столько геройских поступков. Самое интересное, что на это купился даже, ну или купился, или делает вид, и там министр, и пресс-секретари, и министерство, и все. Они рассказывают, мол, типа, там, герой, герой, но не перечисляют, какие героические поступки совершил. А Грищенко был судим шесть раз, да, если вы вдруг подзабыли. Но вы знаете, как все, все меняется. Ну, то есть, человек шесть раз судим, а потом вдруг становится твердо, вот решает твердо стать на путь исправления. И отправляется защищать родину. Пески. Четырнадцатый год. Смотри-ка, на каждом этаже. Да, туалетик, туалетик, все шикарно. Такое впечатление, что молодой человек, который снимает, а это воин света, воин добра, он впервые в своей жизни туалет увидел, а жопу до этого потирал лопухом. И там они сообщают, что на каждом этаже туалет. И поэтому же снимают. Дом не их, понятно. Дом, как сообщают они, регионала. Я думаю, семья Януковича владела. Все красиво. Еще балкон есть. Туда. Собака, мы тебя сейчас покормим, собака. Пойдешь с нами? Собака неизвестна чья, потому что владельцы дома впоследствии сказали, что это непонятно, чья собака. По всей видимости, там какая-то местная туда забежала. Детская комната, да. Они шастают по детской, по туалетам. Это не территория другого государства. Это территория Украины. И воины света приходят в чужой дом для того, чтобы поживиться. О, а вот это тоже шикарное место. Да, место шикарное. Там вот видно бриллиантовая отделка. Золотые потолки и все. Что шикарного они увидели и чем они захотели потрясти, в принципе, я не знаю. Тем не менее, они продолжают шастать по чужому дому. В принципе, можно жить. И вот еще местечко. Видно детская комната. Здесь спальни. Так, мы находимся в помещении одного из членов партии регионов. Это бред, высор. Далее он подтверждает, что... Ну да, одного из членов партии регионов, но... Местные ячейки. Пока мы не знаем точно фамилию, уточняем. Мы не знаем фамилию, но знаем, что это член партии регионов. Местные ячейки – это ложь. То есть, для того, чтобы мародерству придать хоть какой-то смысл, они рассказали о том, что это дом какого-то представителя, конечно же, партии регионов. Посмотрите, как он шикарно живет. Видите, какой шик? У них унитаз. Ну вот, как люди живут, в принципе. Бойцы правого сектора освободили это место. Освободили место от кого? От жильцов. Бойцы правого сектора освободили это место. Детскую комнату от детей. Далее он показывает какую-то ширпотребскую картину. Это Ван Гог. Вот такая картина есть. Картина маслом. Мане, Мане. Я не знаю, из каких нор вылезли эти люди, которые показывают вот это, какой-то элемент шика. Но дальше. Посмотрите, кого мы видим. Можете еще прокомментировать? Давно это обстреляли. Когда это произошло? Вау, да это же Грищенко. Так это одно из его геройств. Я так правильно понимаю? Надо переадресовать этот вопрос представителям МВД и всем тем спикерам, которые сегодня рассказывают про серьезный героизм, проявленный там. Вот это вот героизм? Что он делает в чужом доме? Прокомментируйте. Вчера вечером. А убежали они до обстрела? До. Они выехали сразу. Только здесь началась стрельба. Но вы их не застали? Нет. Это улица, где вот эти дома. Ну, тут они сразу все вот эти три дома, что рядом. Они сразу все повыживали. Это мародеры. Они разграбили дом, полностью разграбили. А потом, по прошествию лет, украинский телеканал показал путешествие владельцев дома в свой дом. Вы представляете? Домой в Песке ТСН помогла женщине увидеть родной дом в некогда престижном районе Донецка. На руинах колись красивого и заможного життя побывала и наша Алла Хоцяньевская. А кто же это создал руины? Кто же там повыривал выключатели даже? Там не только телевизоры вынесли, все. Выключатели повыривали, проводку повыривали. Это ночью туда прокрадывались боевики, да? Колись это было элитное передмистое Донецка, как и много соседей. Ирина мала великий дом, несколько спален, с библиотекой, гардеробными, спортивным залом и басейном. Вы узнаете, да? Вы узнаете вот эти детские, где шастали эти чучели? Кто они такие? Может быть они реально функционеры партии регионов? Это бизнесмени. Причем занимались они очень внятными делами, вещами. Они выращивали декоративные растения. Там была кухня, вот видите. На кухню Ирина залезет через векно. Окрім руйнувань, хату ще й розграбували мародери. Откуда взялись эти мародери? Кто это были? Кто эти мародери? Да это же Грищенко, великий герой. Телевізори, системы спостережения. У будинку было чимало техники. Зараз немае ничего. Винесли навіть мебли. Нет уже ни выключателей, ни розеток, ничего. Выривали всю проводку. Это все боевики прокрадывались по ночам. Но там даже не в этом фишке. Я вам потом объясню, что там еще было. Серед мотлухой женщина находят пасхальную прикрасу. Та салатницу. Мама мне подарила когда-то. Мама в 15-м утра. Ну, что тут плачь, не плачь. А вот мародеры. Какие-то мифические, как оно, обезличенные мародеры. Вот рассказывается, откуда у них вообще это взялось все. Я с ними даже не контактировал. То есть я с ними не связывал с этими Розумовскими. Мне просто была интересна эта история. Потому что это видео удалили отовсюду, откуда можно. Тували. Ирина на тот час была предприемцем. Вирощевала экзотичные рослины для ландшафтного дизайну. Каже, все зароблено вкладали в дом. Ныне ж разом с двумя доньками живет у сына в Киеве. То есть они занимались бизнесом. Конечно, строили дом. Ничего там особо шикарного я не видел. По украинским меркам шикарно. Тем не менее, у бизнесменов бывают дома с унитазами. Как дурной сон. Я помню, как здесь жили мои дети. И сейчас вот все в таком состоянии. Ну, бывает. Бывает, когда сталкиваешься с героями. С отдельными героями. А у них вроде как получилось там что-то восстановить бизнес уже на подконтрольной территории. Там в Киеве. Потому что вот школа зеленого бизнеса. Владимир Разумовский. Там все. Но интересно. Вот еще интервью уже ее мужа. Они втратили бизнес и житло в 2014 году. На новом месте переселенцы из Донбасса почали життя и с початку. И досягли успеху. И здесь рассказывается, как пришли боевики. И, ну, можно и так сказать, боевики. Когда в квоте 2014 года в родных Писках, бля Донецка, появились боевики, Володимир Разумовский перевез родину до столицы. Ну, а теперь, пожалуй, самое интересное. Потому что вам об этом не расскажут. И в МВД вам не расскажут про великого героя. Дело в том, что владелица дома, то есть вот супруга этого бизнесмена, она сама бизнесвумен, наверное, она начала получать смс. А в смс ей сказали, что мы сейчас взорвем ваш дом. Нахрен. Разумовская позвонила отправителю сообщения, но ей не ответили. Входящий звонок. Это Ирина Николаевна? Да. Вас интересует дом в Песках по улице Зеленой? Да, это мой дом. Его собираются заминировать и взорвать. Зачем? Там живут регионалы. Я никогда в партии регионов не состояла. Но вы же там жили? Не одна? Я жила там с мужем и детьми. Мой муж тоже никогда не состоял в партии регионов. Ну, не знаю. Там сейчас все целое. Никто там не находится. Дом закрыт. Что нужно сделать, чтобы дом не взорвали? Я хотела бы забрать детские фотографии и рисунки. Это часть нашей жизни. А вы где сейчас? Я сейчас в Донецке. А вы где? Какая вам разница? Сейчас такое время, что нельзя много говорить. Я знаю, что там и как. Как можно забрать из дома вещи? Я сейчас поговорю с ребятами. Если разрешат, вы напишите мне список. Я вам отправлю новой почтой. Вы гражданское лицо. Вас туда не пустят. А могу я приехать туда вместе с вами, чтобы самой забрать вещи? Сейчас поговорю с ребятами и перезвоню. Далее уже смс. Скидываю вам номер счета Приватбанка. Человек подставной. Его не проверите. На счет 20 тысяч уев гривна. Но перевод ровно сутки. Иначе вы понимаете. Проходит перевод. Вас туда провезут. Будет шум вокруг. Дома нет. Ждем разговор после перевода. Ответ Разумовский. Я сейчас в Донецке. Я здесь физически не могу отправить деньги. Ничего не работает. Выходные буду в Киеве. Отправлю. У нас только сутки. Ответ Разумовский. Могу сегодня отправить деньги с расчетного счета. Но там всего 70 тысяч гривен. Остальное завтра. Давайте реквизиты. У вас есть счет. Ответ Разумовский. У меня нет. На этом переписка закончилась. Они пообещали ей заминировать дом и взорвать его. Поэтому я не знаю, с чем связано его разрушение. Попало ли туда что-то. Или не попало. Или они его подорвали. Но суть в том, что когда в следующий раз вам начнут промывать мозги о великих геройствах вот этого вот чуда с погремухой Буча. Шесть раз отсидевшего. Да. И в тринадцатом откинувшегося. Так вы вспоминаете дом в Песках. И просто визуализируете. Вы понимаете? Когда вам говорят, там втирают там великие герои. Они там сражались там за Родину. Вы просто вспоминаете. Дом в Песках. И все. Поменьше слушайте этот зомбоящик. Побольше смотрите мой канал. Пока. Будете знать больше. Продолжение следует. Продолжение следует...